Сегодня трудно в это поверить, но уже через два года эти голые стены преобразятся до неузнаваемости. При проектировании микрорайона Новогорск парк жителям пообещали образовательное учреждение. Строительство началось, но было заморожено. И вот прошло время, о проекте снова заговорили. Изначально это двухэтажное здание должно было стать детским садом. Долгое время конструкция пустовала. Пока, наконец, удалось получить права собственности на здание и найти новую подрядную организацию. Жители сейчас этого микрорайона, молодые люди с детьми, они вынуждены сейчас детей возить в детские садики на большом удалении. Здесь будет свой рядом детский садик, где малышам будет удобно и комфортно. Ну а самое главное, очень удобно и родителям. Внутри бетонной коробки есть перекрытия, стены, опоры, широкие окна и лестницы. После проверки конструкцию признали пригодной для возобновления строительства. Депутаты городского округа встретились с представителями подрядной организации и Министерства строительства Московской области, чтобы обсудить детали нового проекта. Проверено обследование, проверен конструктив. В настоящее время решаются вопросы планировочных решений, архитектурных решений. Совместными усилиями, в том числе и посредством общественного контроля, родительского контроля, депутатского корпуса, я думаю, объект будет доведен до ума. По условиям нового проекта в здании откроют не только детский сад. Здесь также появится начальная школа. В планах построить современный воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест. Площадь объекта составляет более 5000 квадратных метров. В настоящее время идут изыскания инженерные и проектирование. Разрабатывается несколько вариантов планировочных решений, объемно-планировочных, которые будут в дальнейшем утверждены Министерством образования Московской области, муниципалитетом и заказчиком. Работы начнутся уже этой осенью. Завершить строительство планируют к началу 2026 года. Территория вокруг здания тоже преобразится. Здесь появятся современные детские и спортивные площадки, отвечающие всем нормам безопасности. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ. Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ.